Российская военная база Южного военного округа, дислоцированная в Южной Осетии, сегодня отмечает 13-й годовщину со дня основания. Во знаменовании знаковой даты на плацу базы прошёл праздничный митинг. В мероприятии приняли участие командование военнослужащие и члены их семей, ветераны военной службы и военной силы Российской Федерации. В этот праздничный день командование воинской части желает всему личному составу крепкого здоровья, как вам, так и вашим родным и близким, благополучия семейного, благополучия в службе, успехов, достижения новых высот в боевой подготовке и всегда оставаться гарантом мира и спокойствия на территории Республики Южная Осетия. Ещё раз всему личному составу оставаться всегда здоровыми, невредимыми, заниматься боевой подготовкой, учиться тому, что необходимо на войне, мирное время, повышение профессионализма, быть достойными защитниками своего отечества. База сформирована 1 февраля 2009 года на базе 693-го гвардейского и 135-го мотострелковых полков 19-й мотострелковой дивизии. 7 апреля 2010 года министрами обороны России Анатолием Сердюковым, Южной Осетии Юрием Танаевым было подписано соглашение об объединённой российской военной базе на территории Южной Осетии. В 2009 году, 1 февраля, здесь, на территории Республики Южная Осетия, на базе 693-го мотострелкового полка была сформирована наша военная база в её новом облике. Мы, стоящие здесь в строю, помним и чтим славную боевую летопись, написанную нашими предками, и будем с гордостью вспоминать периоды службы в рядах 4-й гвардейской военной базы. Дорогие сослуживцы, от лица всего офицерского состава поздравляю вас с этим знаменательным днём, с днём образования 4-й гвардейской военной базы. После торжественного митинга военнослужащим был представлен небольшой праздничный концерт с участием военного оркестра и творческих коллективов. Здесь я служил, здесь Россия стал, четвёртая база, город Симпал. Дорогие сослуживцы, от лица всего офицера, город Симпал. Для представителей средств массовой информации была проведена экскурсия по объектам, показаны учебно-материальная база, социально-бытовые условия жизни в казарменном фонде, бытовые условия проживания семей военнослужащих в военном городке, организация медицинского обслуживания военнослужащих и гражданского персонала. Были проверены условия проживания семьей военнослужащих. Мы сюда приехали 4 года назад, в 2018 году. Уже тут 4 года получается. Вот у нас сейчас недавно родилась дочка. Нам дали новую квартиру двухкомнатную. Сейчас муж приедет с командировки. Будем переезжать в новую квартиру. Я, честно сказать, чуть-чуть боялась, но так мне тут очень нравится. Тут прекрасная природа, мне нравится очень местное население. Я занимаюсь детскими праздниками и очень сильно взаимодействую с местным населением. Мне прям очень нравится. Они очень добрые, отзывчивые. Перед участниками торжества разведчики провели показательные выступления по рукопашному бою. Кроме того, на территории части организована выставка современного вооружения, военной техники и экипировки. В рамках праздничных мероприятий проведение занятий по предметам боевой подготовки в тренажерном классе и на полигоне «Дзарцем» танковыми, мотострелковыми, артиллерийскими, инженерными и снайперскими подразделениями. Стелла Бязарова, Регина Черткоева, Ринат Медоев. Информационный выпуск сегодня.